Помните, мы говорили, что 18 век это был веком, когда иудаизм оказался в тупике, да? И были разные группы евреев, которые по-разному восприняли это. Некоторые решили, что нужно получить европейское образование. Вот эта таблица, вы себе перепишите. Гаскала – это образование, да? Одни из этих евреев были евреи-атеисты, другие – более верующие, менее верующие, то есть самые различные группы по своей структуре. Но они хотели быть евреями тех стран, в которых они жили. Они говорили, мы евреи-немцы, мы евреи-французы, да? И так далее. Некоторые евреи совсем избрали ассимиляцию. Вот, например, как мой дедушка, да? Многие евреи крестились. То есть они даже пытались, и были евреи, которые пытались сделать все, чтобы их не считали евреями, да? Вот. Ну, потом, в конечном счете, эти евреи либо должны были оказаться среди евреев, либо их уничтожали как евреев, хотя они говорили, что не евреи, да? А либо они смешались с другими народами, и мы сейчас их не знаем. Поэтому тупиковый путь. У меня здесь нарисован, знаете, знак проезда нет, да? В какой-то мере это был тупиковый путь. Были евреи, отказавшиеся от иудаизма, как системы иудаизма, да? Но сохранившие национальное самоопределение и культуру. То есть они говорили, что иудаизм – это не религия, иудаизм – это культура, да? Но мы евреи. Эти люди сказали, что мы не евреи. А эти евреи сказали, что мы евреи. Мы отказываемся от этой всей религиозной системы, да? Но сохраняем свое самоопределение и культуру. И по тому, как развивались дальше социалистические и коммунистические партии, были евреи-коммунисты. Ну, вы знаете, Карл Морс, да? Энгельс, нету такого Энгель английского, хотя говорят, что он был английский, да? Нету такого Энгель английской фамилии вообще. Но Энгель наиды сейчас означает ангел. Энгельс – значит Лос-Анджелес, да? Много ангелов, получается, да? И Ленин Владимир Ильич, да? И многие другие. Видите, и Свердлова. Был Яков Свердлов, который избрал путь коммунизма, да? Был другой Свердлов, да? Который, хотя и ассимилировался, стал французским генералом, но он сохранял еврейство. То есть были самые разные группы людей. И поэтому были евреи, избравшие ассимиляцию, и они пошли в коммунисты. Ну, как вы думаете, Ленин называл себя евреем? Где-нибудь называл, что он еврей? Ну, по крови он кто был? Евреем, да? Его мама была бланкой. Раз мама еврейка, значит, что? Евреи, да. Да, но коммунисты. Другие евреи – это как бы типа еврейский национал-социализм, да? То есть социализм с национальным еврейским уклоном. Называется бунт. Ну, корень то же самое, как бундестаг, бундесвер, да? То есть бунт – это что? Парламент правительства, да? Вот. Нет, не бунт, а бунт – это идышское слово. Идышское слово. И в последующих, когда бунт был расформирован, некоторые были ликвидированы Сталином, некоторые перешли к коммунистам, тоже были ликвидированы Сталином, да? И некоторые куда? Объединились с сионистами и уехали куда? В Израиль. Здесь мы, видите, показываем те группы, те группы, которые по отношению к Израилю. Потому что если в начале 20 века евреи в Галуте жили 100% евреев, да? Затем евреи как бы разделились. 6 миллионов евреев было уничтожено, да? В Израиле в настоящее время сколько? Примерно 5-5,5 миллионов. Посчитать евреев в Израиле невозможно. Потому что там постоянно одни приезжают, два пришло, три сумма сошло, и так далее. Шесть на ум пришло, да, и так далее. Ну, считают около 5 миллионов, мы не знаем точно. Хорошо. Холокост 6 миллионов. То есть было больше убито, чем сейчас евреев в Израиле. Ну, и где-то около 12 миллионов евреев переживают в Галуте. Трудно считать еще полуевреев, четверть евреев. Может быть, их еще раз пять больше. Только в Соединенных Штатах Америки зафиксировано около 6 миллионов евреев. Итак, смотрите, евреи, избравшие ассимиляцию, смешавшиеся с другими народами, они исчезли. Евреи-коммунисты есть сейчас в Израиле? Есть. Евреи-социалисты, социалистические партии, есть в Израиле, да? И основная партия, которая и построила Израиль, это кто были? Сианисты. Основоположник сианизма кто? Вы должны точно сказать. Теодор Герцель, да? Да. Теодор Герцель. Теперь посмотрим о евреях, которые были связаны с религиозной группой. Были евреи-ортодоксы, но мы к ним сейчас и хасидов привлекаем, потому что когда было в 18 веке, они сильно отличались, да? Но сейчас уже ортодоксы и хасиды практически рядышком стоят. Я не дроблю на все эти группы, их очень много. Хасидов, тех же самых, хавадов разные есть. Значит, часть евреев реформирующий иудуизм. Значит, часть пошла из образованных евреев, и некоторые ортодоксы тоже пришли в реформированный иудуизм, да? Но так как реформированный иудуизм их не полностью устраивал, вы помните, вы говорили, что некоторым евреям нравилось нечто, что происходит в реформированной иудуизме, но некоторым евреям это не нравилось. Но они и не хотели быть в ортодоксальном иудуизме, да? И создалось течение, которое было из реформированной иудуизма и ортодоксальную, и как стало называться? Консервативный иудуизм. Причем вы помните, что первоначально реформированный и консервативный иудуизм, они отказались от идеи восстановления Израиля. И они считали, что надо жить в тех местах, да, где они живут, и считаться евреями тех стран, где они находятся. Но после Холокоста они поняли, что лучше все-таки поехать в Израиль. Поэтому пунктирная линия – это, значит, меньше такая группа. Ну, еще и группа поехала в Израиль. Но интересно, что часть ортодоксов, которые придерживались идеи Мошеха, да, они оказались среди какой группы? Сионистов. Когда мы будем говорить о сионизме, мы будем интересно говорить о таком течении сионизма, как религиозный сионизм. Потому что многие раввины высказывались за восстановление Израиля. Вот. Ну, из реформированного иудаизма все-таки, консервативного иудаизма, как мы знаем. А где больше всего реформированного иудаизма сейчас? В Америке. В Америке, да. Вот в Соединенных Штатах Америки, Галута. Поэтому Израиль у меня так улыбается, а это у меня такое грустненькое. Потому что евреи живут среди других народов, да? И продолжается антисемитизм. И сейчас вот во Франции, в других странах антисемитизм растет. Даже в самих Соединенных Штатах Америки тоже есть случай антисемитизма. Да, но про Россию мы уже говорили, что это традиционная страна антисемитизма, да? И, пожалуй, самая такая антисемитская страна, это Польша была. Мы о ней будем говорить. В Польше были погромы. Еврейские уже даже после 1945 года. Евреи, которые прошли концентрационные лагеря, представляете, спаслись, и потом они приезжали домой и сотнями их убивали. Потому что устраивали еврейские погромы. Это какой-то ужас. И на Украине такая же обстановка. Если бы не помогали полицаи украинские, и если бы я буду говорить о евреях Одессы, многие евреи Одессы спасали, да, евреев. Вот видите, у нас даже есть целая аллея праведников. Но в общей своей массе русские, украинцы и особенности поляки были настроены против евреев. Если вы посмотрите фильм, я обязательно хочу, чтобы вы его посмотрели, «Скрипач на крыше», там показывается, как вот происходило вот это расследовательение евреев на разные группы. Там два, объединены два рассказа. История одного местечка и Тевье-молочник. Помните, у Тевье-молочника, было несколько дочерей, да? Она вышла замуж за революционеров, уехала там с ним ссылку. Да, другая дочь вышла замуж за бедного и уехала в Америку, да? За портного и уехала в Америку. Третья дочь вышла вообще замуж, отказалась от еврейства, да, крестилась. То есть вот такая вот трагедия. И в конце концов этих евреев изгоняет, тоже показается, они так вот расходятся по разным дорогам, да? То есть вот такая судьба еврейства, тяжелая судьба. Вот здесь у меня есть, видите, показаны. Это интересная иллюстрация. Вот погромы. Евреи-революционеры. Вот здесь у них Карл Маркс на стенке. Да, это социалистический бунт. Это коммунисты евреи. И тоже у них из этой наеды, видите, и красное знамя. Это не красный халстук, а синий халстук, да? Это евреи-сионисты. И здесь у них не Карл Маркс, не Ленин, а кто? Теодор Герцель. Нарисован, да? И большая часть евреев куда уехала? В Америку, да? О судьбе этих евреев мы тоже будем говорить. Эти здесь ждут дома родителей. Вот письмо пришло из Америки. А дальше наступил Холокост. Страшнейшее время. И после Холокоста. Время после Холокоста. Хорошо. Итак, мы сегодня будем говорить о всех этих группах евреев. Мы говорили, что Гаскала, да? Гаскала образование. И те, которые придерживались идеи Гаскалы, они считались одни немецкими гражданами, исповедующие Риги, религию Маше называли. Другие французские, гражданами исповедующие религию Маше. Были те, которые вообще не исповедовали религию. Атеисты, которые говорили, мы вообще евреи, но по происхождению, по культуре евреи, но вообще-то мы немцы, да? Вообще-то мы французы, вообще-то мы русские. Но, к сожалению, Холокост всех уравнял. Не знаю, как была бы история евреев, если бы Колумб не открыл Америку. Вы знаете, вот всегда, когда Бог подвергает испытаниям, да, он всегда дает выход. Безвыходных ситуаций не бывает. Да, и вы помните, что первая группа переехала в Нью-Амстердам, это еще тогда была Голландия, да, голландская колония, которая потом стала Нью-Йорком. И многие сражались в войсках Джорджия-Вашингтона. Значит, были люди, которые имели еврейские корни. Государственный секретарь Томас Джефферсон, вот, Самуэль Адамс, он был Самуил или Семен Адамович, его предки приехали с Украины, кстати, и украинский еврей, некоторый ряд украинец, да, написал Конституцию. Беннио Франклин, ну, и другие люди. Про Джорджия-Вашингтона у меня нет сведений, что он был евреем, но все может быть, да. Но, кроме того, эти ребята были масонами, как вы знаете, членами масонской ложи. И когда началась массовая массовая эмиграция евреев, вот, то с 1881 года по 1924 год из восточной только Европы, то есть из России, Польши, прибыло примерно 2,5 миллиона евреев. Всего евреев эмигрировал где-то около 4 миллионов в Канаду и в Соединенные Штаты Америки. То есть большая часть евреев, которые сохранились, да, потому что те, что остались, большей частью погибли. Вот, они оказались там. И в Элис-Айленд, маленьком островке, был такой перевалочный пункт, где евреи, которые пребывали на кораблях, а пребывали они в ужасных, тяжелых условиях. Вот, напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает. Я слышал эту песню на Идыши, там написано не старушка, а Иша, то есть жена, да, и вы заметите, что раскинулось море широко, да, товарищ, мы едем далеко, куда? Подальше от этой земли, да. если бы это была песня про моряков, моряк всегда старается вернуться домой. То есть, это была песня еврейских иммигрантов, она была на Идыш, там 50 куплетов было, ну, так, чтобы подольше петь. Они были буквально на палубе, проводили всю дорогу, потому что они даже не могли, как говорится, перемещаться, только вот какое-то место, приткнулись там целыми семьями, с вещами, и в Элис-Айленд, перевалочный пункт, проверяли их медицинские данные, проверяли их, чтобы тогда уголовники не поступали в Америку, и тогда различные трагедии были. Тех, у кого обнаружили глазные болезни или инфекции, отправляли обратно в Европу. Если кого-то объявляли больным, члены его семьи должны были сделать мучительный выбор, всем вместе вернуться в Европу или отправить туда одного больного. В известном стихотворении на Идыши запечатлена оценка, данная одним облаченным науке человека американской обреченной американской юстицией человеком. У них есть статуя свободы, но это люди с каменными сердцами. Кстати, кто такая статуя свободы по национальности? Еврейка, да, чтобы вы знали, там изображена, еврейка. И говорят некоторые, что даже лесбиянка. По непроверенным сведениям, я не буду ругать статуи свободы, но есть такое мнение тоже среди евреев. Хорошо. Но все же большинство евреев проходили такие испытания и потом их посылали в Истсайт на остров Манхэттен. И этот район оказался самым густонаселенным районом по всей стране. Квартиры были маленькие, семьи большие, и в одной комнате иногда по 7-8 человек жило. То есть ужасающие истории там происходили. Истсайт также был центром еврейской культурно-религиозной жизни. Там были синагоги, небольшие театры, где разыгрывали спектакли на идыши. А синагоги называли Штибл. Штибл. И название это происходит от Штейтл, да, от маленьких вестечек России. Также возникали сотни называемых Ланс-Ман-Шаф. Ланс-Ман-Шаф это землячество. Это землячество. И вот надо было что-то с этими эмигрантами делать. Большинство из них устраивались на мануфактуры в качестве рабочих. Очень дешевая рабочая сила, очень тяжелые условия труда. А что делать молодежи? Старые евреи были религиозны. Вот если вы посмотрите однажды в Америке, там показывается Америка сначала все идут в талитах такие, потом проходят 20 лет, уже все такие современные того времени. И вот эта молодежь, значит, она не хочет работать в таких тяжелых условиях, она не учиться, она не хочет быть религиозной евреями. И что они делают? Они становятся мафиози. То есть занимаются рэкетом, занимаются различными махинациями, занимаются после уже когда был сухой закон продажи водки, спиртного, то есть вот такие различные проявления возникают. И георгский рынок труда оказывается переполнен. В 1907 году Яков Шиф, Яков Шиф, еврейский филантроп, разработал план отправки новых евреев в портовый город Галверстон в штате Техас. Оттуда они должны были переселяться на американский Средний Запад и Запад. Шиф посчитал, что отправка Галверстон 20-25 тысяч евреев обойдется в 500 тысяч долларов. По тем временам эта сумма очень большая. То есть сейчас миллион долларов это уже как нечто росхожее, да? Но по тем временам 500 тысяч долларов это была большая сумма. Деньги собрали, но ни один еврей туда не поехал. Вы сами понимаете. Потому что евреи не захотели ехать куда-то на Дикий Запад. Они хотели устроиться, как-то обустроиться там, где они жили. Вот. Ну, может быть кое-кто и поехал незначительное количество, но большинство оказались здесь. И вот возникла такая между евреями богатыми такое противоречие и бедными. И богатые евреи, вы помните, это кто были по происхождению? Сефарские евреи, да? Или ашкеназы, которые уже примели реформированный и консервативный иудаизм, да? и между теми евреями, которые только приехали. И вот эта система получила название патагонной системы, то есть вот эта тяжелая система эксплуатации. Рабочий день был девять с половиной часов и в среднем плата 15 долларов 40 центов в неделю. Это по данным 1910 года. Однажды в 1911 году в многоэтажном здании Триангл Шорт-Вейст Фэктори в Манхэттене вспыхнул пожар. 146 работниц, в основном евреи, погибли главным образом из-за того, что запасной выход был закрыт. Зачем закрыла администрация запасной выход? Чтобы евреи в рабочее время, да, женщины, эти еврейки не бегали по магазинам. Но это оказалось страшной ошибкой. Потому что это была практикой компании, которая позволяет своему рабочему выходить из здания только через главную проходную. Пожар вспыхнул как раз в передней части фабрики. как задний проход, извините, не проход, а выход, был закрыт, да, то в результате тысячи, эти сотни евреев погибли, да, сотни евреев погибли. Позже у закрытого заднего выхода, через который пытались пробиться люди, было найдено 34 трупа. А всего погибло, видите, 146 работниц. Тела 19 работниц были обнаружены на крыше грузового лифта, они пытались спуститься по тросам, срывались и падали вниз. Некоторые женщины спрыгнули с верхних этажов, повернув простыни, которые натянули внизу пожарную. В те времена еще не было такой системы спасения, как сейчас. Репортер описал ужасную сцену, которую можно было наблюдать с улицы. Молодой человек помог девушке выбраться на подоконник девятого этажа, затем он приподнял ее на улице и бросил вниз. Точно так же он поступил с другой девушкой. Все они были так послушны, словно он помогал им сесть в трамвай, а не отправлял в небытие. Он понимал, какая мучительная смерть ждет их в пламени, и то, что он делал, было лишь проявлением рысовства безвыходной ситуации. Он подвел к окну еще одну девушку, я видел, как она обняла его обеими руками и поцеловала, потом приподнял ее над пропастью и бросил. Со скорости молнии он сам скачал на подоконник, борта пальто взметнулись вверх, воздух раздувал штанины и брюк, пока он летел вниз. Я смог разглядеть, что на нем были рыжевато-коричневые ботинки. Произошел такой показательный суд, но практически были оправданы администрации, предложили некоторые меры по осуществлению техники безопасности и небольшой штраф. То есть евреям надо было как-то самозащищаться. И такими средствами самозащиты является мафия. И еврейские профсоюзы, они были больше, чем все другие профсоюзы, тоже в какой-то мере были связаны с мафией или контролировались с мафией, но еврейские профсоюзы и мафия это было, можно сказать, как бы одно и то же. И мафия осуществляла вот такую еврейскую самооборону. Вот если тоже кто смотрел, я тогда не понял, почему эти ребята поджигали автомобили, я думал, что из хулиганских соображений, вот однажды в Америке фильм, а потом, когда стал собирать материал, понял, Форд, например, был страшным антисемитом, и он на свои заводы не брал ни одного еврея. но после того, как Форд умер, ему наследовал его сын, он тоже хотел быть крутым, но тут на него наехали еврейские профсоюзы, и они решили объявить бойкот. И если где-то на стоянке обнаружили автомобиль Форда, его обливали бензином, или кидали туда бутылки с бензином, подрывали автомобили, или, в крайнем случае, прокалывали шины, этим занимались вот такого возраста пацаны, то есть, короче, люди перестали покупать Форда автомобиль. И владелец фирмы был вынужден разрешить евреям занимать рабочие места. Но вы знаете, что в 20-е годы произошло такое событие, как сухой закон. Он примерно с 20-го по 1933 год, когда был отменен по указу Франклина Рузвельта. И вот этот сухой закон оказался для евреев золотой жилы. Потому что, как говорил Райкин, пусть все будет, но чтобы что-то было дефицит. Правда? Вот. И в основном три мафии занимались бутлегерством, то есть контрабандой спиртного. Это еврейская мафия, итальянская мафия, причем еврейская мафия кооперировалась с итальянской мафией и ирландская мафия. А ирландцы были завзяты антисемиты. И вот такая была обстановка. В Америке объявили сухой закон. Раз пить будет нечего, то и пьянствовать людям расхочется. Но вышло с точностью до наоборот. Пьяница раздирала жажда, а ловкие люди, которых называли бутлегеры, продавали им тайком спиртное. Полиция не сидела на месте, она охотилась за бутлегерами, а те стреляли в нее из автоматов и все, что попадалось под руку. в общем, как в фильме «Берегись автомобиля», я удираю, ты догоняешь, а вместе делаем общее дело. Вот такая ситуация. Стало невыгодно вкладывать деньги в какие-нибудь заводы, фабрики, и заводы и фабрики остановились, потому что был очень дешевый способ разбогатеть. Рискованный, но какой? Очень быстрый, да? Не надо было вкладывать капиталы, надо было закупить водку и продать ее в другом месте, да? Вот, но немножко дороже, то есть чисто по-еврейски. И началась, начался тяжелый экономический кризис, который получил название Великой Депрессии. И страна действительно находилась в депрессии и экономической, и моральной. Сухой закон начался 1 января 1920 года, и в ночь с 3 на 4 декабря 1933 года он был админен. Начались прежде всего самогоноварения. Как вы знаете, рецепт американским туристам самогоноварения из табуретки даже продавал Астамбендер. Это как раз было в то время, да? Помните табуретовку? Вот, евреи гетто начали усиленно варить самогонку. После 1924 года тысячи винокуренных заводов выпускали многие виды напитков, в частности американский виски Бурбон. Это как раз было изобретение самогонщиков, местных самогонщиков. И в 1932 году наличные деньги оказались только у бутлегеров, потому что началась массовая инфляция, началась массовая инфляция, деньги уже ничего не стоили. И общество разделилось на людей с достатком, бродях и богатых. Алкогольной мафией занимались также выходцы из Ирландии и Италии. В Нью-Йорке заправляли евреев, в Чикаго итальянцы, как вы знаете, а ирландцы работали на итальянцев, но некоторые основывали свои группировки. Еврейские такие мафиози, боссы Сидеката, Оуни Медден, Мейер Лански. Мейер Лански был удивительный человек, я вам тоже хочу показать фильм Лански, сколько у меня тут планов вам показать. Вот интересно, я думал, что он попался, он оказывается не попался, единственный человек, который вообще ни разу не был судим. Лишь только в 1955 году на него накатили обвинения, что он был связан с пафиозовыми группами, потому что он хотел мигрирует в Израиль, совершить олигию, но ему не дали. Но все равно Сенатская комиссия ничего не доказала, и он уехал в Южную Америку. Лански, кроме всего прочего, воровал и даже закупал огромное количество оружия и отправил в Израиль. И тем самым он очень обиделся, когда так было. У него интересна его судьба, о его двух сыновьях, я как-нибудь фильм покажу. И так, Оуни Мэдден Мейер Лански. Корпорацию убийств, наемные убийцы, профессионалы, возглавлял Луис Бухгалтер. Бухгалтер. Бухгалтер, это его фамилия или просьбище. Бухгалтер, Луис Бухгалтер, понимаете? Вот, собирается возле шахматного клуба толпа, орут, кричат, вот, выскакивает директор клуба, не бейте его, гроссмейстер, это не фамилия. Вот так и здесь. Луис Бухгалтер. Подпольными и горными домами заправлял Бакси или Беньямин Сигал. Сигал, это тоже, вы знаете, и наш артист, не наш, а американский артист Сигал, он тоже имеет еврейские корни. Он тоже наш, по-моему, сделал. Его сделали почетным членом Бурятии, почетным гражданином Бурятии, поскольку он буддист. Ну, еврей, буддист, нормально. Нормально. Главой бронгского и бруклинского бандитского клана был голландец Шульц, ну, он такой был голландец, как я, папа, римский, потому что его звали Артур Флегенхаймер. В ирландской банде Чикаго заправлял Эрл Хайм Вайс, лучшим наемным убийцы Соединенных Штатов 30-е годы был Эйб Релис, один из самых влиятельных бухтлегеров и гемблеров северо-запада Арнольд Ротштейн. Доходы Аль Капона и его власть в лучшие полтора года не идут ни в какое сравнение с теми доходами, которые получали Ланский и Ротштейн. Но были и честные люди, были и честные самогонщики. Один уважаемый бизнесмен, Яков Йосиф Герман, завел дома винный склад. Он объявил, что сухой закон вещь неправильная и евреям не подходит. Ведь нам нужно кошерное вино для субботнего кедуша и гавдолы, а еще полагается выпить 4 стакана на песах и много бокалов на праздник пурим. Одна из спален в его квартире была превращена в лабораторию по производству вина. В дом потянулись покупатели. Яков брал с них деньги только за стоимость продуктов, из которых он делал вино. Его вызвали в суд и обвинили в незаконном производстве спиртных напитков. Кто такой дядя Сэм? Как вы думаете, кто дядя Сэм по национальности? Наш человек. Некоторые говорят, что это Анкл Сэм изображается на карикатурах. Часто человек в шляпе и говорят Анкл Сэм. Так вот дядя Сэм. До сухого закона Америку так никто не называл. Америка получила дядя Сэм прозвище не благодаря карикатуре на Линкольда, а это был Самуэль Бронфман. Самуэль Бронфман, канадский еврей, выходец, как вы думаете, с какого города? с Одессы, конечно. Так что, дядя Сэм американский из Одессы. Он сколотил состояние на контрабайде спиртных напитков из Канады, США. Но еще до этого в Канаде был сухой закон. И интересный этот закон был, что продавать спирт, спиртные запитки запрещалось, а посылать по почте можно. И дядя Сэм организовал целую группу таких посылок гуманитарных от Uncle Sam. Ю С там было написано. Uncle Sam от дяди Сэма. В 1916 году Сэм Бронфман купил Бонавентури Ликвар Сторый Компани в Монреале и по почтовым заказам рассылал свои продукции. В начале 20-х годов Канада закончила сухой закон, а Америка начала. И он быстро сориентировался. Еврейская мафия боролась против администрации Генри Форда, так это я уже говорил, а также еврейская мафия не допустила легального фашизма в Америке. Вы знаете, что в 30-е годы в Америке было очень много фашистов. Как ни странно, как сейчас это кажется. Но фашизм в Америке был очень широко распространен. Его буквально бейсбольными битами выбили евреи. Потому что когда собирались местные фашисты, евреи приходили с бейсбольными битами и устанавливали порядок на собраниях. Естественно, люди перестали собираться. Сейчас, еще одна минуточку. И даже есть сведения, что еврейские гангстеры организовали покушение на фюрера, на Адольфа Гитлера. Потому что в 1933 году в апреле видите, сразу же после прихода Гитлера к власти подал жалобу американским властям посол нацистской Германии в США. В расследовании жалобы принял участие сам легендарный шеф Федерального бюро расследования Эдгар Гувер. Интересные вещи? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok